Большая президентская программа в Сочи. Со среды Путин в южной столице России. Переговоры и даже совместный отдых с лидером Белоруссии. Тройственный саммит по Сирии с президентами Турции и Ирана. Ещё показательная тренировка под дзюдо. Как раз уникальные кадры событий у Павла Зарубина. Путин сюда хоть и пришёл в костюме, но всё-таки не удержался. И вышел-таки на татаме тренировка с сильнейшими российскими спортсменами. Что вот в такие моменты удаётся больше? Голову разгрузить или энергии подзарядив? Наверное, и то, и другое. Потому что это известный медицинский факт. Когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается. Настроение улучшается. На жизнь смотришь по-другому. Уже через, можно сказать, почти что розовые очки. Всё нравится, всё начинает получаться. Поэтому это такое комплексное воздействие и в очень правильном направлении. А вы спортом занимаетесь? В тренажерный зал хожу. Ну, тоже неплохо. Лучше, чем ничего. Удачи. Бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Кузютина не поддаётся. Как президент сильный, ещё и как спортсмен. Мотивирует всех для занятий. Не только дзюдо, а вообще любимые виды спорта. В середине тренировки фотографы и операторы видят, что Путин заклеивает пластырем палец на руке. И это в интернет-лентах сразу становится чуть ли не главной новостью. Произошедшие даже называют президентской травмой. Но уже на следующий день Путин появляется ещё и на хоккее. В поединках с профессионалами серьёзные травмы – большая редкость. А Путин тренировался именно с профессиональными борцами. Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче. Он чувствует всё, он на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, поддержит. И потом с ним безопасно. Это, знаете, так же, как на горнолыжном склоне. Всегда. Или на хоккейной площадке. С начинающими опаснее всего. Потому что они сами не владеют ни своим телом, ни техникой движения. Но и это нужно. А с высококлассными спортсменами с ними и легче, и надёжнее. А у нас высококлассные. И таких высококлассных будет ещё больше. Бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю. Привет. Здравствуйте. А тебе опять? Да, опять. То есть скажу, скоро. Вас кто-то там в садике, что ли, обижает? Нет. Мы просто будем их бить, если нас обижать будут. Бесстрашные, напористые. А вот бойцовской мудрости их здесь научат. Павел Зарубин, Александр Медведев, Андрей Мельников и Александр Бережной. Специально для Вести недели.